До тех пор, пока у нас маршрутки будут коммерческим видом транспорта, а они именно коммерческие виды транспорта, это бизнес у людей, которые занимаются, и мы пока не поменяем модель финансирования этого бизнеса, до тех пор мы будем иметь то, что мы имеем. И будет стоимость проезда 7 гривен, будет стоимость проезда 27 гривен, на самом деле никаких изменений не будет. То есть я говорю о том, что нам необходимо менять подход кардинально, о том, что перевозчик должен получать деньги за качество, в первую очередь, услуг. Не за эфемерный Wi-Fi, USB зарядки в автобусе, в трамвае, в троллейбусе, а в первую очередь за хороший, чистый, аккуратный транспорт, за транспорт, который ездит по расписанию, по маршруту, по графику. В Верховной Раде сейчас зарегистрированы два законопроекта. Это законопроекты, которые поменяют вот эту существующую модель, когда перевозчик зависит от количества перевезенных пассажиров, ну, его финансовое состояние, к модели, когда город, создав систему льдиного электронного билета в городе, и город является оператором этой муниципального электронного билета, собирает с перевозчиков пассажиров деньги. 5 гривен, 7 гривен, 20 гривен. То есть, насколько город будет готов дофинансировать работу перевозчика. Вот тогда перевозчик будет заинтересован в качественном автобусе, в качественной работе и, соответственно, в качественном сервисе.